Наталья Павлищева, Дмитрий Донской, Куликово поле. Предисловие. Историческая справка. Князь Дмитрий Иванович Донской, 12 октября 1350 года, 19 мая 1389 года. Победитель Мамая в Куликовской битве на поле при впадении реки Непрядвы в Дон 8 сентября 1380 года, за что и получил прозвище Донской. Праправнук Александра Невского, внук Ивана Даниловича Калиты, стал князем в возрасте 9 лет после смерти сначала дяди Симеона Гордого, а потом отца Ивана Красного. Великокняжеский ярлык получил в 11. Первые годы за него правили митрополит Алексий и московские бояре. Все годы правления боролся за объединение русских княжеств под властью Москвы, в первую очередь с Тверским и Суздальско-Нижегородскими князьями. Пред Дмитрией Донском Русь практически перешла от оборонительной к наступательной войне с орденскими ханами. Знаменательными стали победа над ордынским войском под предводительством Бегича и особенно разгром войска Мамая на Куликовом поле. Но через два года после Куликовской битвы Москва снова была сожжена ханом Токтамышем, и дань орде пришлось платить еще долго. Только правнук Дмитрия Донского Иван Третий Васильевич смог разорвать зависимость от орды, хотя сама орда уже давно распалась на множество отдельных улусов. Дмитрий Донской был женат на Суздальской княжне Евдокии Дмитриевне, от которой имел восемь сыновей и четырех дочерей. Евдокия Дмитриевна пережила мужа на восемнадцать лет и была регеншей при своем взрослеющем сыне. Незадолго до смерти приняла постри под именем Ефросинья, это святая Ефросинья Московская, покровительница Москвы, признанная женским лицом столицы. Сын Василий I Дмитриевич стал следующим великим князем Руси. В тот период великим князем именовался каждый князь независимого княжества, например, Тверского, Рязанского, Суздальска, Нижегородского, но только обладание ярлыком на Владимирское княжение позволяло зваться великим князем всея Руси. Именно за него бились между собой князья, оставаясь притом великими князьями своих княжеств. При Дмитрии Донском произошла смена наследования власти. Она впервые перешла не к старшему в роду, например, брату умершего, а к сыну правителя. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил на его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил не его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. Это положение еще не раз после оспаривалось, но в принципе осталось неизменным, пресекая кровавые свары за власть между родственниками. Главная заслуга перед потомками – победа на Куликовом поле в битве с ордынским темником Мамаем, когда отстаивалась сама возможность существования Руси. За эту победу князь Дмитрий Иванович получил народное прозвище Донской, а его брат Владимир Андреевич – храбрый. Стратегия и тактика ведения битвы достойна изучения потомками. Русские победили не числом, а умением, в первую очередь умением своих полководцев. Для нас Дмитрий Иванович прежде всего победитель Мамая, хотя он много сделал для развития своего московского княжества. Населял пустующие земли новыми людьми, строя для них за государственный счет целые деревни. Создавало артели мастеровых, возвел первый каменный Кремль. Позже праправнук Донского Иван Третий перестроил его, значительно увеличив. Прожил князь Дмитрий Иванович Донской совсем немного, умер на 1939 году, но в памяти народный остался навеки как защитник Руси, и место ему рядом с князем Александром Невским. Князь стоял, подняв голову вверх и к чему-то прислушиваясь. Воевода тоже замер. Высоко в небе, курлыкали журавли, видно, летел клин, птицы слетывались перед дальней дорогой. Пора, княжи. Боброк точно извинялся, что помешал Дмитрию слушать далекий птичий зов. А потом добавил. Чуть погодя, туман рассеется. Как бы ордынцам на глаза не попасть раньше времени. Дмитрий Иванович коротко кивнул, все так же глядя вверх. Пора. Рано полетели. Видно, зима крепкая будет. Они споро зашагали вдоль русского стана, проверяя, все ли в порядке. Весь день и потом еще ночь русские полки переправлялись через Дон. И скрытно вставали на заранее оговоренные места в поле. Удалось. Помог тот же туман. Что увидят они, когда пелена над непрядовой рассеется? Там ли ордынцы стоят ли? Разведка доносила, что неподалеку. Но мамай хитер. Мог и обманные тумены выставить. Тревожно. Ох. Тревожно на сердце у великого князя Дмитрия Ивановича. Все поставлено на кон. Проиграть нельзя. Поражение в этой битве — это поражение всей Руси и навеки вечных. Видимо, Марь. Позади Егайла. Сбоку, затаившись, сидит Олег Рязанский. Если татары побьют нынче русских, то Русь растащит каждый себе. Егайла оторвет все, что Литве ближе. Олег, что к Рязане. А мамай уничтожит остальных. Ему в большую орду хода нет. Потому будет свою ставку на Руси делать. Так тяжело, как сейчас, пожалуй, никогда не было. Даже при Батые и Неврюе аргынцы ходили набегами. А ныне зубами рвать землю русскую начнут. Нельзя Дмитрию Ивановичу со своими русичами проиграть. Никак нельзя. Далеко на востоке поднималось солнце. Пытаясь пробиться сквозь плотную пелену тумана. Занимался новый день. 8 сентября 1380 года. День Ржества Пресвятой Богородицы. День Куликовской битвы. Беда на земле русской. И вовсе не хотелось Зенегородскому князю Ивану Ивановичу, среднему сыну Ивана Калиты, становиться великим князем. Ему и своего Зенегородского удела достаточно. Это братья Симеон да Андрей к власти рвутся. А Ивану домашних радостей хватает. Жены любимой княгини Александры, сыночком Дмитрием. Пусть Негородский удел невелик, что с того. Московское княжество богатеет год за годом, хотя Орде платит большущую дань. Отца за Негородского князя Калитой не зря прозвали. Скопидон был. Как редко встретишь, все к себе греб. На греб столько, что и Орде хватало, и дома оставалось. Симеон за отцом тоже крепко москву держит. Только братья часто спорят про дань. Младший Андрей старшего брата Симеона поддерживает, мол, лучше ордынцам великую дань отправлять, да притом самим жить спокойно, чем воевать с ними всякий год. А Ивану не понутру сарай дарами засыпать. Иван Иванович тряхнул головой, освобождаясь от тяжелых мыслей. Пусть себе старший брат думает, он великий князь, ему и решать. Сам-то Иван Красный, будь его воля, пооблегчил бы Ермо для русичей. Симеон не зря гордым прозван, раз услышав такое, только фыркнул, как рассерженный кот. Вот то-то и оно, что бодливый корове бог рогов не дает. Умный больно. Дань облегчишь, чем Орде платить станешь. Но сейчас князя Ивана заботило другое. На Руси появилась таки черная смерть. Эту страшную заразу все прошлые годы опасливо ждали из-за Волги, когда стали приходить пугающие вести от Орды. Но Бог миловал. Погуляла зараза по границам Руси, а не тронула. В Орде немало народа полегло. Потом с купцами к фрязам и их соседям перебралась. Но русские земли миновало вроде. Уже успокоилась. А язва с другой стороны явилась. Откуда не ждали. Гонзейские купцы из-за моря принесли. Обошла таки проклятая вокруг. И Новгородом побралась. Черная смерть косит всех без разбору. Ей все равно, князь или смерть. Люди начинают кровью кашлять. Черным огнем изгорают. Нет от него спасения. Да так косят проклятые, что города пустыми остаются. Живые не успевают не то что отпеть, просто хоронить мертвых. Не по-людски, не по-христиански. Но роют скудельницы близ храмов и складывают трупы редками. На большие сил не хватает. На десяток почивших едва одного живого сыщешь. В Белозерске слышно ни души не осталось. В Глухове тоже. В Смоленске пятеро живых тихо притворили ворота мертвого города и ушли, куда глаза глядят. Седмицу назад князь сам слышал пересказ, как человек сгорает от проклятой. Из Таршка приехала невестка ближнего боярина Фомы. Смотрела остановившимся взглядом точно порченая, трясущимися губами рассказывала, как у нее вся семья братову померла. Едва сама успела бежать и детишек увезти. Боярин ругал глупую, что не вовремя детей к своим отцу с матерью прощаться ввозила. Верно ругал, их уже в живых не осталось и брата толком схоронить не сумела. Вместе с другими скудельницы зарыли и сама едва не сгинула. Ее ближняя девка померла, до Москвы не доехала. Слушая, вздыхали все, сколь же виновны русские перед Господом, что за грехи погибель не только старым, но и малым шлет. Страшную смерть, сказывала Маланья, что мутить человека начинает. Потом вдруг кашлем кровавым заходится, черными пятнами, точно меченый, покрывается и сгорает за три дня. Этот кашель кровавые пятна и есть приговор, то кровью захлебнулся, уже не выберется. В обскоре, который первым проклятие Господне на себе испытал. Богатые по городу ходили, не то что милостыню, все свое добро раздавали, но не брал никто. Не хотели люди свои грехи множить, другого человека спасали. Кто мог, бежали, куда глаза глядят, но не всем удалось, и бежав выжить. Зато разнесли сначала по округе и дальше беду неминучую. В марте и в Звенигород принесли тяжелую весть, что в московский княжий дворец добрался мор. Слег старший брат великий князь Симеон. Плох очень, а митрополит Феогност уже помер. Иван Иванович с княгиней Александра всю ночь стояли службу. За здравие великого князя и его семьи молились. А поутру Звенигородский князь собрался ехать. Александра боялась замужа, очень хоть и к братьям, но больным, как бы самому не заразиться. Боялась, но молчала. Негоже среднему брату не повидать старшего. Амор. Все в Божьей воле. Кому суждено помереть, тот не выживет. У великого князя Симеона счастье в дому и раньше не всякий день бывало. Он женился уже в третий раз. Первая женка Альгердовна, дочка Августа померла. Вторая казалась пустой. Ну и у третьей Марии Тверской, обвечать с которой едва-едва уговорил митрополита, что не дитя, то не жилец. До года не дотягивали или вовсе рождались мертвыми. Потому, когда целый год прожил Ванятка, названный в честь деда, радости отца не было предела.